В один из летних выходных дней территория рядом с торгово-развлекательным центром «Экватор» превратилась в оживленную фестивальную площадку. Здесь есть все необходимые составляющие для проведения мероприятий подобного масштаба. Места для торговли объектов питания, развитая инфраструктура для отдыха, оборудованная детская площадка, фонтан и веревочный городок. Их и задействовали на первом в Бресте «Экваторфесте». Если говорить лично обо мне, я сама брещанка, я вам честно скажу, мне это надо, для того, чтобы мой город стал лучше, краше. Мне настолько важно, как люди отдыхают. Я сама много лет прожила в восточном микрорайоне, и мне всегда было обидно за то, что, ну почему на востоке скучно, а в городе, в центре всегда интересно. Поэтому, когда у меня предоставилась возможность работать здесь, я с удовольствием пошла на это. И сейчас стараюсь сделать все, чтобы действительно восток жил своей жизнью. И эта жизнь должна быть не хуже, чем в центре города. Что касается нашей компании, для чего нам это нужно? Мы, у нас собственники, руководство компании, это люди, которым не безразлично то, чем живут все. Официальный партнер фестиваля – один из пивоваренных заводов страны. У нас официальный партнер – это пиво «Рэджетская», потому что, да, мы позиционируем этот фестиваль как городской фестиваль. Но в первую очередь нам хотелось, вы знаете, что Лицкое пиво свой фестиваль проводит, Оливария свой. Это фестивали далеко от города Бреста, и это монобрендовые. Эта идея – собрать всех производителей здесь на одной площадке. Она нам не давала покоя, нам это удалось, и самое активное участие в этом приняла именно Бобруйская пивоварня. Церемония открытия состоялась ближе к середине дня. Участие в ней принял и мэр областного центра Брещена Александр Рогачук. Организаторы мероприятия выразили надежду, что фестиваль понравится брещанам, приживется в городе и станет одной из его добрых традиций. Вероятно, именно это они и загадали, отпуская в небо шары желаний в рамках специального флешмоба. Судя по отзывам Брещаны, гостей города, с которыми удалось пообщаться в нашей съемочной группе, они тоже двумя руками за такой фестиваль. Особенно отмечают разнообразие развлечений, как для совсем юных участников, так и для людей постарше. Занятие по душе сможет найти каждый. Праздник очень замечательный, все люди довольны, все веселятся. Мы с сыной тоже пришли отметить такой замечательный день. Все очень замечательно, нам очень нравится. Да, я считаю, как можно побольше нужно делать таких мероприятий, потому что дети радуются этому очень. И, ну не знаю, я рада видеть, когда дети такие счастливые. Очень понравилась внучка моя, тоже в восторге. Тут очень интересно, весело, много детей, много всяких представлений. Они просто молодцы, очень красиво, очень интересно. И для города, для детей это просто чудесно. Очень здорово, много людей, настроение поднимается с каждой минутой все больше и больше. Вокальные, театральные, акробатические и танцевальные номера, флэшмобы и показательные выступления, многочисленные детские и взрослые активации, розыгрыши подарков, работа фудкортов и территорий отдыха. Всего, что было, не перечесть. Это надо было видеть, там надо было быть. Яркую точку яркого и насыщенного летнего дня поставил праздничный фейерверк. Анастасия Стропкоя, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.